Почему эти 0,3% против Гадырова? Это не порядок. Я думаю, нужно, чтобы 100% было. Наконец-таки мы эту цифру увидим. Немало людей заставлял извиняться за шайтана, но почему он не обратил внимания на того еврея, который с ног до головы покрыл его матом? Никто не мог. Никто не мог твоих родственников там забрать. Никто не мог тебя пытать, на бутылку сажать. Не мог. Этого не происходило. Любой человек мог оказать сопротивление. А что произошло? Я простой парень из Дагестана, то есть чеченец. По нации. У меня вопрос. Хорошо, он плохой чудовище. Но согласись, он восстановил Чечню. Никто ведь не мог. Все убивали, воровали и тому подобное. Был хаос. За это его 100 ум. Восстановил Чечню, да. Ну, его для этого и поставили туда, чтобы он восстановил Чечню. А то, что никто ведь не мог, все убивали, воровали. Кто все убивали? Так это он и убивал, и воровал, и убивает, и ворует по сегодняшний день. Это все он и делает. Он и все, кто вокруг него. То есть, это не мешает ему как бы восстановить. Он восстановил действительно. Потому что его для этого и поставили. Но восстановив Чечню, он продолжает убивать, воровать, угнетать. Во времена Эчкерии, как раз таки, семьи, жены, эти вопросы были неприкасаемы. Никогда никто не мог себе позволить притронуться к чьей-то жене, каких-нибудь родственников забрать и их пытать, ими шантажировать, чтобы своего врага как-то вытащить, пленить его. Это было недопустимо. Во времена Эчкерии обычный работяга, обычный парень, бродяга, он мог любому, на любом уровне, будь там министр, какой-нибудь генерал, любому мог оказать сопротивление, просто собрать свой род, собрать своих друзей, своих товарищей, своих односельчан и качнуть. Им немало таких примеров. Сколько у нас было негативных моментов, когда друг друга стреляли, убивали, когда Бараев, например, перестрелялся из Севноводска с двумя братьями. Сколько было таких моментов? Но это было время, когда действительно люди за себя могли постоять. Да, то, что люди друг друга убивают, это плохо. Однако, никто никого унизить не мог, никто не мог твоих родственников там забрать, никто не мог тебя пытать, на бутылку сажать, не мог, этого не происходило. Любой человек мог оказать сопротивление. Уважаемый Тумсо, как ты прокомментируешь антисемитскую риторику у Дугова или других? Я понятия не имею, в какой стати у нас в какой-то момент начала вот эта антисемитская волна подниматься. И я убежден, что это не просто так происходило. Явно не изнутри, как бы, вот этот локомотив этой темы, он был не внутри республики. У нас никогда в Чечне не было антисемитизма. Мы не больны этой темой. Антисемитизм, всегда локомотивом антисемитизма была Европа. Это мы знаем, да, что этот народ пострадал именно здесь. Самые такие чудовищные преступления против этого народа происходили здесь. И, как бы, всегда очагом антисемитизма была Европа. И сегодня она продолжает оставаться европейские страны, где люди, живущие здесь, прекрасно видят, что происходит. Как бы власти не пытались всячески обеспечивать безопасность еврейского народа, гасить волну антисемитизма, но она все равно всплывает, когда какие-то бывают, той же Франции, например, бывают какие-то акции протестов против, допустим, налоговой реформы, вот желтые жилеты, мы помним, да, почему-то, казалось бы, где там евреи, где там Израиль, нет вообще этих вопросов. Но эта волна, когда эти люди попадают в какой-то еврейский квартал, они начинают громить еврейские магазины и выкрикивать какие-то антисемитские лозунги. Поэтому все-таки ядро этого движения находится в Европе. В Чечне у чеченцев никогда не было проблем ни с евреями, ни с Израилем, ни с чем у нас не было. И вот в какой-то момент, в конце 90-х у нас начинается эта волна. Сначала у нас Муцураев ни с того ни с сего поет песню «Иерусалим», что мы его освободим, Богу душу отдадим. На этой волне впервые у нас люди вообще задаются вопросом, а что такое Иерусалим? Я сейчас не говорю о том, что да, безусловно, Иерусалим – это камень преткновения, и мы никогда не согласимся с тем, что Иерусалим – это он не исламский. И понятно, что Иерусалим будет всегда предметом нашего спора, безусловно. И, конечно, мое мнение по поводу Израиля, что Израиль должен подчиниться воле международного сообщества, резолюции ООН и вернуться к границам, которые были в 60-х годах определены. То есть моя позиция – это два государства – Палестина и Израиль в границах в 60-х годах. Но в Чечне, когда внезапно у нас и так там своих проблем полно, и у нас начинают петь песни про Иерусалим, про его освобождение, потом у Дугов делают какие-то заявления действительно антисемитские, я думаю, это неспроста это все было. Это изначально была такая программа по дискредитации Чечни, чеченцев. Мало того, что там взрывы каких-то домов на нас повесили, дагестанскую эту аферу провели, в которой нас развели и подставили. Плюс надо было еще вот этот антисемитский, короче, вот это клеймо антисемитское на нас тоже повесить, чтобы вот со всех сторон нас дискредитировать. В общем, я думаю, это была такая продуманная, целенаправленная работа, разумеется, российских спецслужб. Немало людей заставлял извиняться за шайтана, но почему он не обратил внимания на того еврея, который с ног до головы покрыл его матом? Кадыров, кого мог поймать, того поймал. Того еврея, о котором ты говоришь, он поймать не может. Поэтому здесь у него кишка тонка. Если же у него была бы возможность его поймать, он бы его тоже поймал. Но, увы, нет у него такой возможности. Увы, это для него и для нас. Мы очень рады, что у него нет такой возможности. Тот самый еврей, о котором ты говоришь, находится в своей стране, в Израиле. Пусть он попробует поехать и там кого-то поймать, заставить там кого-то что-то записать. Там очень быстро покажут Кадырову, кто он, где его место. Поэтому люди там находятся в безопасности от Кадырова, соответственно, могут свободно выражать свои мысли. И правильно это делают. Кадыров направил 99,7% голосов. Пару слов об этом, пожалуйста, брат. Ваалейкум ассалам. Очередной рекорд от Рамзана Ахматовича. Я думаю, на следующих выборах, так называемых, будет уже, наверное, 100%. Почему эти 0,3% против Кадырова? Это непорядок. Я думаю, нужно, чтобы 100% было. Наконец-таки мы эту цифру увидим, наверное. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok